Лают собаки, кто-то разговаривает. Вдруг это все-таки она кричит. Что там такое в трое? Юми явно там что-то учуяла. В любую секунду просто это все может обвалиться на меня. Стой, малышка, стой! Тебя тут не прижало камнем? Забралась в самую глубину подвала? Привет, я Энни Мэджик, и этот ролик я абсолютно не планировала, ребят. Можно сказать, это просто срочное включение, потому что я безумно захотела поделиться с вами этой ужасной историей, которая приключилась с нами, и показать, что же произошло. Ну, а вы ставьте лайк, если хотите новое видео уже завтра, где мы ходили на прогулку с собаками в лес, и там тоже такое обнаружили, что это просто капец. Короче, и пишите, конечно же, свои комментарии, они для меня очень важны. Кстати, в предыдущем видео очень многие заметили мою вот эту вот куртку, и стали писать в комментариях, и спрашивать, где же я ее купила, и что мне она идет, и пошутили, что в этом году Аня хоть будет тепло одета, не как в прошлом. Так вот, вдруг кто-то еще не знает, купила я ее на Алиэкспрессе, потому что сейчас там до 30 сентября идет супер распродажа Алиэкспресс фэшн сейл, посвященная именно одежде и моде. Кроме того, что там и так все недорого, именно сейчас одежда еще дешевле, и вещи можно купить по самым выгодным ценам. А еще удобный возврат, и теперь доставка от 10 дней. Эта куртка мне пришла вообще очень быстро. Ну, говорить, что выбор там большой, думаю, вам не нужно, и так понятно, что там много самых разных вещей можно найти, так что и вы давайте себе что-нибудь на осень подбирайте, а то времени осталось мало. Вот, к примеру, по мне очень стильная камуфляжная зимняя куртка в два раза дешевле. Или вот для любителей вообще другого стиля, тоже скидка 50%, такой плащик на осень. Или вот такая прикольная розовая, или черная, или белая. В общем, выбор гигантский. Короче, не мерзнете, как я в прошлом году, и обязательно успейте до 30-го, именно в дни распродажи, чтобы сэкономить. И не забудьте применить мой промокод AnyMagic, который дает скидку 3 доллара при покупке от 30. Ссылку на распродажу я, как всегда, оставлю внизу в описании к этому видео. И давайте перейдем к нашей истории. Секундочку, кофейка надо глотнуть. Чтобы история была понятна, все-таки нужно предсказать, рассказать предысторию. Короче, на днях киса Алиса попросилась гулять из дома, как обычно. Находила орала, я ее выпустила, все нормально. Тот, кто писал, что моя кошка так просится гулять на улицу, потому что она ищет мальчика, тот, видимо, не знает, что моя кошка, киса Алиса, стерилизована. Она не может хотеть на улицу, чтобы искать там себе мальчика. Она просится туда, потому что у нас, у меня уже есть реально такая вот шутка, что она попробовала вкус крови, потому что она ловит птиц, ловит мышей, и видимо, у нее произошел какой-то сдвиг. Как-то раз я уже ее теряла, и поэтому мы решили все дырки под забором заделать. У нас большая достаточно территория, мы заделали все дырки под забором, в том числе, чтобы собаки никуда не ходили. И после того, как мы все эти дырки заделали, она гуляла только по территории, ловила также мышей, птиц, носилась там, по ночам не приходила домой. Но вот на днях она исчезла с участка. В общем, в итоге я нашла одну дырку новую, в которую недавно Эйвон тоже сбежал за территорию и бегал там по дороге, блин. Я подумала, ну правда, ну что теперь сделаешь, ну вот переехали мы в загород, ну теперь уж вот так, все, кошка не домашняя. И вот ночью киса Алиса не вернулась. Такое уже бывало, поэтому я сильно паниковать не стала, пошла выключать свет, закрывать двери и вдруг услышала, что кто-то где-то мяукает. Меня это насторожило. Мне показалось, что голос похож на киски на лиски. Сначала я подумала, что у меня куку, и я уже просто как хозяин такой фонар, типа а это моя кошка кричит, это она мяукает точно. Эта мяука не продолжилась, и я подумала, ну вдруг все-таки это действительно киса Алиса. Если вдруг что-то с ней случилось, она где-нибудь застряла или еще что-нибудь такое, или забралась на дерево и не может слезть, я все-таки взяла фонарик ночью и пошла ее поискала. И на всякий случай это снимала, если вдруг я буду делать это видео. И вот я делаю это видео. У нас все фонарики сломались, блин, и остался только вот этот вот фонарик. Короче, он вообще что-то очень плохо светит. Я в пижаме штала, блин, хожу. Из-за того, что у нас вокруг природа, все спят по ночам, тишина мертвая. И в этой тишине очень сильно слышно на очень далекие расстояния. И даже если ты вот у нас во дворе сидишь, ты можешь слышать, как где-то лают собаки, кто-то разговаривает. И вот я сидела и услышала, как где-то научит кошка. Я не могу прям, конечно, сто процентов сказать, что это Алискин голос. Обычно, когда ее зовешь, она может прибежать откуда угодно. Киса Алиса! Алиса! Киса Алиса! Один раз уже такое было, и я пошла искать ее, а оказалось, это два кота дрались в кустах каких-то. И я такая, блин. Короче, это была не Алиса, поэтому тоже здесь есть возможность, что это не она. Мне показалось, там какой-то звук был. Там какой-то овраг. Ну, я думаю, что она бы уже, конечно, пришла, если бы я ее звала и была рядом. Когда я вышла с фонариком за территорию дома, мяукани уже прекратились, и я не могла идти на голос. Такое уже случалось, когда киса Алиса уходила на несколько дней и возвращалась только через время вся грязная, убитая, побитая. Покушать, поспать, отлежаться, чтобы я сняла с нее всех клещей и все такое, и она пойдет дальше гулять. Поэтому я снимала ролики, жила обычной жизнью, короче, и вот вечером ситуация повторяется, точнее ночью. Я опять закрываю все двери, выключаю свет, и опять слышу это мяуканье. Опять где-то мяучит кошка, где-то вдалеке она мяукает, и меня это снова насторожило. Опять сегодня орала кошка, мы с ее мечу, сейчас пойдем ее искать, Алиску. Вдруг это все-таки она кричит. Беру только с собой ее мечу, чтобы у всех четверых собак как-то сложно взять, чтобы не растерять, но есть надежда, что вдруг, ну не знаю, она как-то почувствует ее. Посмотрите, какой гигантский шмель сидит. Ищи кошку нашу. И она так и не приходила, даже поесть домой. Отлично, у меня садится батарейка на камере. Может нам снять как-нибудь ночную прогулку с собаками? Отлично, ты пописи тело, блин. Наверное, все-таки завтра пойду искать, если не вернется сегодня ночью, или завтра утром. Что ты ищешь? Что такое? Что ты нашла там? Что ты там учуяла, а? Что ты там учуяла, покемон? Что там такое в траве? Юми явно там что-то учуяла. Юми, что там такое? Я не понимаю. Я в эту траву не залезу даже. В общем, мы никого не нашли. Мяука не опять прекратилась. Было очень холодно. У меня села батарейка на камере. Мы вернулись домой, легли спать. Утром она опять не вернулась. И я решила, что нужно пойти все-таки поискать. Что-то мне сердце подсказывало, что что-то не так. Что это необычно, что кошка мяукает две ночи подряд какая-то. И вот что произошло. Сейчас раннее утро. Я еще раз хочу обойти всю территорию, покричать Алиску, позвать. Вот там есть старые дома. Не знаю, видно ли вам или нет. Там еще сарай соседей, доски всякие. Короче, я туда сходила, позвала ее. Она не пришла. Обычно, когда ее завешь, она как-то все-таки откликается. И пару раз я замечала, что она там тусуется, потому что там курицы, петухи. И озеро, и вот эти соседские дома, это близко к дому. И обычно Алиска далеко все-таки не уходит. Поэтому я знаю, в принципе, места, где она может бывать. Я всегда переживаю за это озеро, потому что тут часто птички летают. Мне все время кажется страшным, что если Алиска вдруг попрыгнет за какой-нибудь птичкой, она упадет в воду. В общем, я обошла все озеро вокруг. Посмотрела там, где труба у нас. Нигде ее нет, и она не откликается, никто не мучает. Есть еще мысль сходить в тот самый лес, который находится у нас за забором, с другой стороны дома. Может быть, она пошла туда мышей ловить птиц, я не знаю. Короче, вариант пойти только домой тупо и ждать. Но у меня тут возникла мысль, что у нас же собаки здесь всякие ходят, бродят. И может быть, они ее погнали, она куда-нибудь дальше побежала, куда обычно не ходит. У нас там есть заброшки, и один раз она вернулась и пахла плесенью. Я прям понюхала ее. Обычно она так не пахнет, обычно она свежим воздухом пахнет. А тут она пахла какой-то плесенью, такой затхлый запах был. И я подумала, что она сидела где-нибудь в каком-нибудь заброшенном месте. Это было, когда у нас была гроза сильная, она не успела вернуться домой. Эта гроза ее застала. Сюда входа точно нет, хотя кошка может куда угодно забраться. Большая заброшка, которая развалилась вся. Если вы смотрели когда-нибудь мои ролики, раньше это было целостное здание. Там были стены, крыша, все. Но сейчас крыша, как видите, провалилась, все обвалилось. Вот здесь вход весь обвалился, второй этаж весь обвалился. И обычно Алиса так далеко от дома не уходит. Но сейчас я прошла вот досюда, дошла и подумала, ну вдруг, мало ли что, надо все-таки проверить, раз я везде проверяла. Крайне опасно в эти места ходить, потому что здесь все завалено, все сломано. Это в любой момент может обвалиться еще сильнее. Никогда не повторяйте это. Блин, там еще есть подвал, еще есть вот эта вот за стенкой часть, в которую пробраться можно только здесь. Не знаю, рассказывала я вам когда-то или нет, но когда я была совсем маленькая, у моих родителей был кот, его звали Доминошка, и он спрыгнул с окна. Он ловил голубей на подоконнике и спрыгнул. Мы-то думали, что он упал и спрятался в подвал или еще куда-нибудь. Короче, мы лазили в подвал и везде смотрели, вообще везде. Но под окнами была очень высокая трава. Ну, мы походили, там позвали, он не откликался никак. Искали несколько часов. И потом я все-таки, я же, ну ребенок не может просто смириться с тем, что кота не нашли. Я ходила еще и решила облазить всю эту высоченную траву, которая была выше меня. Я ходила, бродила по ней и увидела, что он сидит такой с выпученными глазами просто в нескольких метрах от окна, но из-за того, что высокая трава, не могли его обнаружить. Я думала, что у него сломана лапа или еще что-нибудь, потому что он не сидел, не откликался, не шел вообще на звук, ничего. Но в итоге все с ним было нормально, он просто сидел такой в шоке. Если местные собаки загнали Алиску сюда куда-нибудь, опять же, ни в коем случае за мной, никогда не повторяйте. Я это делаю только потому, что в любую секунду это все... Блин, эта балка шатается, посмотрите. В любую секунду здесь может все обрушиться, и если моя кошка будет где-то здесь, я это не переживу. Кажется, я какие-то шорохи в подвале слышу. Алиса! Очень страшно, потому что здесь все обвалилось, и в любую секунду просто это все может обвалиться на меня. Алиса! Алис, ты что здесь делаешь? Алиса, стой, стой, стой! Стой, малышка, стой! Тебя тут не прижало камнем? А, блин! Я тут в практически изогнутом состоянии забралась в самую глубину подвала, и Алиска тут сидит как шокированная, испуганная вся. Блин! Теперь надо как-то выбраться отсюда. Возможно, ее напугали местные собаки. Здесь очень много собак бегает. Она испугалась, от них побежала и спряталась. И забралась сюда. Ой, зоя, сердце бьется. Ты что тут сидела-то? Ты что не выбралась? Пошли вылезем. Блин, как тут вылезти-то? Ай, ай-яй-яй! Тихо! У меня у самой сердце бьется. Капец! Как-то тут залезла. Все ноги испачкала, блин. Ну, все, мы на свободе. Птички поют, да? Вот туда вот я спускалась. Вот туда, через эту дырку, внутрь. И где-то вот тут вот проползла, вот здесь в темноте сидела Алиска, все такая шуганная. Вот там вот напротив этой заброшки есть дом, в котором живет много собак. Эти собаки периодически здесь гуляют. Они лают, гавкают, и, возможно, они ее погнали. И она забрала... Вот. Вот это они. Тихо, Алиска, спокойно, 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 спокойно. Спокойно. Тихо, 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 тихо. Я тебе в обиду не дам, тихо. Они, видимо, ее погнали, и она поэтому в эту заброшку залезла. Они сейчас пока стоят, лают, не идут. Тихо, Алиса, Алиса, спокойно. Обычно они гавкают, выходят сюда на дорогу. Все, 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 мы уходим, уходим, мы уходим. Они тебя не тронут. Ты же у меня на руках. Алис, спокойно. Она на них смотрит. Тихо, все, все. Не уходи, потому что от дома так далеко. Самая жесть заключается в том, что, если вы помните, эта заброшка была двухэтажная, она сейчас разрушается, и в любую секунду там все может обрушиться еще сильнее. А если ее там придавят в какой-то момент, просто капец. От нее опять воняло этой заброшкой. Юми, не трогай ее. У нее и так стресс из-за собак. Она скоро вас ненавидеть начнет и бояться из-за этих всех собак, блин, которые гоняют ее по деревне. В общем, я посмотрела, она в нормальном состоянии, в пыли была немного грязноватая, но ноги, руки целы. Короче, лапки не сломаны, вроде как прыгает, бегает, все, поела. Очень много съела еды, потому что, видимо, была дико голодная. Немножко такая в шоке, растерянная, но, как настоящая кошка, сама по себе. В общем, это было такое срочное включение. Завтра новое видео на канале, где мы с собаками ходили в тот самый лес, который находится за нашим забором, с той стороны дома, и там обнаружили такое. Мы до сих пор сейчас с этим разбираемся. Вы увидите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Увидимся скоро в новых роликах. Пока.